Здесь Россо делал то, что умел делать, либо Я просто совру, сказав, что здесь был выбор У меня была мечта, и было не до их х**ных игр Я всего лишь хотел уплатить ее Мало кто знает, что 5 ноября в Казахстане пройдет историческое событие Люди в первый раз будут сами выбирать себе акимов районов и городов областного значения Пройдут эти выборы в пилотном режиме, то есть только в 42 районах и 3 городах По данным ЦИК на 6 октября на 45 должностей было выдвинуто 249 кандидатов Так вот сегодня мы посмотрим, как идет подготовка к выборам в Кирбулакском районе области ЖТСУ Где опять же, по данным ЦИК, одна из самых больших конкуренций Там акимам захотели стать аж 9 кандидатов Но до районного центра села Сараузек надо еще доехать Так, электроавтомобили, я смотрю, вы здесь продаете, электрички, да? Здрасте, вы продаете, да? Да А есть у вас такой электроавтомобиль, чтобы до Сараузека поехать и обратно? Конечно, смело Там в Сараузеке нету никаких электрозарядок, ничего такого? Можем туда-обратно хоть 5 раз ездить Серьезно? Да Есть такая машина? Да Давайте Еще вот это? Да До Сараузека? Поехали И обратно? Да И там еще двигаться? Еще там Там и зарядок нету Можем хоть 5 раз туда-обратно съездить Давайте Смело Базар, а нет Ну что, мы едем Автомобиль называется Ли Л9 Его уникальность в том, что здесь два двигателя Электрический и обычный бензиновый И когда у тебя заканчивается зарядка на электрическом Ты переключаешься на бензиновый Едешь и автомобиль автоматически заряжает электрический двигатель Это ли не круто? А посмотрите, какой салон Это вообще что? Посмотрите, какой цвет кожи Какой руль Проекция Вот эти огромные мониторы Короче, ссылка на салон Где вы можете купить и обслуживать этот автомобиль Будет в описании А мы кайфуем Надо отметить, кайфовали мы недолго Дорога в Сароозек лежит через автобан Алматы-Талдыкурган Я прошу прощения Это автобан по-вашему? И это не просто там Типа я вот остановился возле одной ямы Таких ям куча Ямы Потом вот такие вот проемы Ну какая-то жесть это, а не автобан Я не могу нормально разогнаться И постоянно переживаю то, что будет какая-то новая яма И мы едем уже очень много И постоянно такая ситуация Ребята, это не автобан Это жесть Дорога на въезде в Сароозек тоже оставляет желать лучшего, кстати Но обо всем по порядку Давайте прежде чем рассказать про выборы Покажем ситуацию в селе Я здесь уже был и поэтому не сильно удивился пейзажем Когда на фоне разваливающихся двухэтажек Можно увидеть еще десятки туалетов на улице То есть круглый год Зимой и летом При любой погоде В 2023 году Люди продолжают ходить на улицу Сарма сапа Сарма сапа Сарма сапа Кешинис Мината Масхат Журналист Про Сароозек снима Как вам в таком доме живет? Я не знаю, что я не беру Баспана беремеду Баспана беремеду Баспаналарын бар Учетки декоймады Баспаналарын бар Баспаналарын бар Баспаналарын бар Баспаналарын бар Кто там баллотирует Баспаналарын бар Не заходили, не рассказывали Не вешали плакаты Нет, нет Вот, через две недели выборы Ну да Вы ничего не говорили Нет Не заходили вам Не предлагали кандидаты Молосуйте за меня Нет Нет Вообще никого не знаете Кто идет на выборы Саразик – это село, которое живет благодаря железнодорожной станции и воинской части. Это основные работодатели для местных жителей. Основная проблема, о которой говорили тогда люди – это вода, они могли сидеть без нее месяцами. Люди за воду не хотят платить. Причем здесь воду платите, вы слушаете, вы даете воду вначале. За что платить? За то, что воды нету? Ну тогда вы 4 месяца, 5 месяцев не было воды, вы пришли за воду просить. За какую воду? 4 месяца не даете воды, потом говорите, давайте платите за воду. Вы все тогда будете сидеть без воды? Да, это значит, за что воды? Я воды нет, я платить должна. И потом еще без воды буду сидеть? Вы это говорите, да? Да. Это видео мы сняли 2 года назад. Нашли эту бабушку мы и сейчас и спросили, что изменилось. Помните про воду выжал? Да, да, я говорила. Ситуация изменилась? По сравнению с прошлым годом, ну немножко опять не было воды. Опять вот. Ну вот сейчас новый начальник пришел, вроде сейчас пока есть. Но они иногда закрывают. Ну во всяком случае, ну не месяцами. Не месяцами? Да. Один день не бывает, остальное время есть. Более-менее вот по вот этой стороне. Так, чтобы проблем вообще нет, такого нету еще, да? Нету еще. На той стороне, вот например, где Кулжабайби, где военкомат, там до сих пор они закрывают на 3-4 дня. Почему, неизвестно. Ну вот люди собирались, хотели написать заявление, чтобы опять, значит, подать Акиму и на рассмотрение. Ну что-то остановились. Вроде сейчас опять дали воду. Сейчас вода есть, сегодня? Да, сегодня есть вода. А так вот. По выборам в этот раз что? Не знаю еще пока. Знаете? Нет, еще пока не знаю. Что за выборы вообще знаете? Знаю. Акима. Района? Нет. Не района. По-моему, не района. А какого? Нашего. Сельского? Да. Нет, районного Акима. Районного. Ну ладно. Ну я знаю, что Акима выбирают. Какого забыла. А кто кандидат тоже не приходили? У вас в прошлый раз висел какой-то кандидат? Да, но сейчас пока нет. Ну, просто везде вот проезжаем мы, где плакаты висят, что написано, что выборы состоятся. А плакаты с кандидатами висят? Нет, не видела. Не видела. Теперь про выборы. Агитационная кампания началась еще 11 октября. Мы были в Сараозеке 18-го. Да, мы видели баннеры, которые просто информировали людей о предстоящих выборах. Но информации о кандидатах нигде не было. Единственное, что мы увидели, как прямо у нас на глазах вешали один баннер во всем селе. И кто бы вы думали на нем изображен? Какие лучшие слова на «а» вы знаете? А у данан аким дага? Вряд ли. А ким? Тоже вряд ли. Давайте у людей спросим. Скажите, пожалуйста, лучшее слово на «а». Она. Она, мама. Все, все, да. Блин, это реально лучшее слово. Ассалам алейкум. Бурсурак, скажите лучшее слово на «а». На «а» любое слово, скажите. На «а» любое слово на «а». Асфальт, арбуз. Асфальт, арбуз. Просто повторили. Но асфальт у нас не лучше, арбузы может быть. Какое еще? А. А? Это узбекские слова? А, да. Они хорошие? Альбастер, строительный материал. Альбастер. А надо вот, чтобы все лучшее на «а». Диктор, лучшее слово на «а». А? А. Алма? Еще. А, что «а» на «а» на «а». Астана. Ага. Алма-та. А-а-а-а-а-а-а-а-а. Еще? Еще, еще, еще. А? 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 А. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Спасибо, авиаселс Киезет, но мы продолжаем про выборы районного Акима. Что, они не ходят по домам, не рассказывают про свои программы, листовки, объявления? Нету такого? От две недели до выборов осталось? А почему за него будете голосовать? Что он сделал хорошего? Вы знаете, что скоро выборы будут? Не слышали? Нет. Вообще ни разу не слышали? Нет. Большой плакат висит. Братан, внимания не обращаюсь, серьезно. Все, хорошо, спасибо. Выборы у вас будут скоро, знаете? Вы понимаете? Сайлау. Да, бесы дедим. Ассасыдарма? Неағыламыз оныға асып. Неағыламызға асып деймдер. За кого голосовать будете? Шикингей. А че? Бәрбе оладан пайда жоққы. Ага. Чын найтсын, бірс бар. Умыт жоққы, барсын мысалыға барас, сайлану аған, барсын ертенгел бірсігін кәкәйрәнтесе бізге. Хөкметтен бұлай қарабасын, бестенге пайда жоқ бізге. Біт. Бірді қараб happened therailerденің incarceration. Бүкі пайда жоқ ұлайдар жоқ шыды. Жуғар байда жоқ бізге. Адамеп бити қарабасын, беңыз бір қазір жоқ. Та, жоқ байда жоқ. Жжен тұ吗? Рахметден. Жжен тұп байда аинг rightмап? Сайланды пайда жоқ жоқ бірдедгі, бело папаған Irestro. Ког Virче жоқ мүрдекті бола jsап? Кого выбирает будет? Президента Акима. Да, Акима район. Пойдете на выборы? Ну, я не знаю. С детьми? С детьми? Из-за того, что с детьми некогда будет? Я никак не могу выйти. Даже в магазин мы еле как выбираемся. А какие на сегодня в Сарвозике проблемы? С водой решились проблемы или так же все? Ну, летом была проблема постоянно. Неделями не было воды. Это очень тяжело. Вот я два года назад приезжал до сих пор. То есть они не решили, да, эту проблему? Нет. Не решили они проблему эту. А что говорят? Почему они не могут решить? За несколько лет. Ну, у них постоянно они пишут, что у них поломки. Постоянно они это делают, ремонтируют. Но когда это кончится? Слышали про выборы, представящие? В нем нет. Сайлау. А кем-то в 20 минут. Там май минбек, урганчек, посошли. Там май, там майбек. Вода появилась? Да, вода появилась сейчас. Нормально. Не было. Сейчас нормально уже. Вроде бы. Более жестко и конкретно про ситуацию с выборами рассказал нам один из местных активистов, который сам как-то пытался здесь стать сельским акимом, но потом разочаровался в системе. У нас 9 кандидатов в Кирбулагском районе вышло в этот раз. И из 9 кандидатов, то есть, осталось 4. И четверо это из партии Аманат, которые вот только, как говорится, 30 лет. Все из партии самовыдвиженцев среди них? Самовыдвиженцы были два местных. И именно вот этих двух местных убрали. Почему? Ну, как сказать честно... Объяснили. Как объяснили, в общем, ко мне приехали с области, с акимата люди и сказали, ну, Ермек, ты человек общественного мнения, поговори с этими местными кандидатами, чтобы они сняли свою кандидатуру. Потому что нам нужно, чтобы продвинулся именно вот этот наш в данный момент аким района сейчас, который назначенец. Они все пришельцы. Саразак используют для, как, знаете, плацдарм, платформа, трамплин для... Лишь бы не для местных. А те двое местные были? Эти двое местные были. Это достойные кандидаты тоже. Ну, я против сейчасного акима тоже ничего не имею. Ну, просто вот такой след, который они делают, чтобы именно он, понимаете, остался, продвинулся. То есть честных выборов нет. Мы вот живем в Казахстане сколько лет уже, вот 30 лет нас вот это мучило все время, что были нечестные выборы всегда. То есть голоса воровались и наверх всегда отчет давали, что там явка была 90 процентов. А на самом деле народ и не пойдет на эти выборы. Потому что местных кандидатов уже убрали. А этот таким вокруг себя собрал свою команду из бывших активистов. То есть он их подкупил, честно сказать, нечестным путем. Одному там дал два участка земли, одного там назначил Кенеста Когам, который, если сказать, он фамилию писать не может. Он его туда подправил. Потом одному активисту там сделали директор мусорного полигона, одного сделали там, дом ему выдали, одному там. В общем, он всех их передал. Единственное, я не подкупился. Почему? Потому что я не умею врать. Я полгода сам его восхвалял, этого Акима из Пулатова. Ну как, мы с ним дружили, хорошо. Но он мне постоянно говорил, когда Акима области приедет, Ермек, обязательно скажи вот так, ну скажи вот так, я тебя прошу. Скажи, надо соврать, в общем. Все у нас хорошо, все у нас прекрасно. Ну я впервые говорил, говорил даже, безумку, куда я береген, Акима, давайте поддержим его. А потом, через полгода смотрю, мне часто уже приходится врать. А я, у меня конституция такая, я сам не могу врать. И я не врал, я взял, отказался от него. Ушел и устроился на другую работу. Он отправил каких-то там своих людей. И мой шеф уже, мы собирались строить ГОК, горного комбината, то есть склады для них. И я уже там, когда работал, через два месяца мне шеф приходит, говорит, Ерике, вам придется уволиться, потому что к нам пришли люди Акима и сказали, чтобы убрать Санцебаева Ермека с той работы, в общем. Ну я не стал там, как артачиться, что я не стал, я взял и это, ушел, написал заявление и ушел. Потом пришел Акиму, я сказал в лицо, вот у меня есть записи, я прямо ему в лицо сказал, говорю, что ты творишь, почему ты так делаешь? Ну он говорит, ну Ермек это не я, я даже такого не делал, но на самом деле он делал это, понимаете. И вот сейчас, в данный момент, допустим, сейчас все боятся лишиться своих рабочих мест. То есть те же учителя, те же все, сейчас кто против него скажет, всех они или подкупят, или уволят. То есть вот эта гидра, бюрократическая гидра, которая, как делает, допустим, человек на работе сидит и они начинают ему делать задания, ставить сроки, сами понимаете, и человек просто под напряжением возьмет и уйдет. И вот еще одна история, которая покажет, как местные жители хотели нового Акима. Вот мы за одного местного кандидата, то есть я был представителем этого местного кандидата, и нужно было вот из 15 тысяч человек избирать, ой, этих, голосующих, нужно было собрать 1% голосов, правильно? То есть около 300, ну почти 400 голосов. То есть эти 400 голосов мы собрали всего лишь за несколько часов. То есть только мы объявление дали в поселок, что вот этот кандидат у нас, нужно 11% голосов собрать. За несколько часов тысячу людей хлынули и подписали бумаги, мы их сдали. Какая ему официальная причина отказа, почему его не зарегистрировали? Ну сказали, что не прошел спецпроверку. Спецпроверку? Да, спецпроверку не прошел. Хотя этот человек 25 лет работает на госслужбе, как он может спецпроверку не пройти? Понимаете, это вот такое явление. Вот такое явление. И я с этим человеком разговаривал, с избирателем. Ну, он наш товарищ, вместе работали, знаем, с детства. Хорошая семья очень. Отец у них, все хорошая семья. И он мне сам сказал, говорит, пожалуйста, Ермек, не надо меня, говорит, где-нибудь там выставлять. Не надо, говорит, фамилию мою, все, говорит. Отстанься. Раз так они поступили, у меня тоже, говорит, уже желание упало. Я, говорит, не буду дальше бороться, понимаешь. Ну, то есть, бесполезно. Они мне сами говорили, вот, которые приезжали, они говорят, ты что, это госмашина, они по тебе сейчас катком проедут. Да никто из ваших этих кандидатов не пройдет. Нам нужно, чтобы он прошел, вот, именно из Пулатов. Все. А из Пулатов? Из Пулатов. Ханат Булатович, это Аким сейчас района данный. А, нет, нет, а этот, как фамилия того вот? Блин, можно я не буду говорить. Если программа есть, выйдет, они с нами знают, весь поселок знает его. Вот этот Аким приехал, который, он позорным способом просто использовал ресурсы вот этого Акима, Акима. И вот этот весь год он себя готовил для того, чтобы, ну, назначить Акимом, то есть, сделать эти выборы. И он, то есть, всех местных, вот этих достойных самых руководителей, всех поувольнял. Всех поувольнял и посадил своих людей. Во все отделы посадил своих людей, начиная от госзакопщика, заканчивая там руководителем какого-то отдела, понимаете, всех заменил. То есть, я хочу процитировать слова Хожамжарова, который был раньше главой антикоррупционной службы. Он же сказал, командные команды вот эти, которые собирают Акимы, они собираются для того, чтобы легче вывести какие-то коррупционные схемы, им легче проворачивать. Я так думаю, что это делается для этого. Поскольку выбирать 5 ноября люди будут целого районного Акима, выезжаем за пределы районного центра и узнаем ситуацию в одном из аулов, а именно Казалужар. Акима, я журналист, Бурсурак, Сайлау, Кашан, за кого голосовать будете? Акимге, ауданы на Акимане. Которые действующие? А че? Ниге? Ниге, ниге, ниге. Знаете, ниге. А че хорошего сделал ваш Аким? А вы на бирже труда работаете? Все, понятно. Кеширинес, рахмет. Ассалам алейкум. Сайлау, да, барасынырма? Барасынырма? Кашан, Сайлау. Ой, ой, билмейм, мен. Где дауз берес? Он без детки межоқ, ала. Где дауз берес? Билмейм, я, он ка балаге, көкө, детки межоқ, сауғамызды жоқ. Бен, бәлінседа болса, он жақында кәне келмейм, бәлі, білмейм. Ага, сұндым. Рахмет, ага. Смотрите, а это как в Греции местная Акрополь. Интересно, наследие ЮНЕСКО внесли? А на самом деле смешного мало, ведь это, смотрите, он держится на последних силах. Это же может рухнуть опять же. Кеширинес, бір бір цурак. Ага, ассалам алейкум. Ага, ага, ага. Сайлау Кашан. Аль-Лубаргуй. Сайлау. Сайлау? Не Сайлау. Не слышали про выборы? Он да, он да ел. Никто не говорил, не ходил? А-а-а. Сайлау Кашан. Сайлау бесінде месіп, бістін. А кого выбирать знают, знаєте? Ага. Кто будет выбор, чей это выбор? Білмейм, білмейм, білмейм. А-а-а. Сайлау Кашан. Сайлау Кашан. Сайлау Кашан. Хорошего сделал вам в деревне, в село, нет? Не знаю, что это сделал. Не должен. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Он говорит, что недавно. Я не знаю. Что-то приезжал, просто походил и ушел. Я не видел. Даже не видел. Даже не видел. Некогда я на работе. Выборы у вас тут будут, слышали? Пятого. Пятого, да? А кого вы выбирать будете? Узмузн районан, из Платов. Ну, это действующий, да? Да, действующий. За него, что ли, голос? Да. А почему? Ну, хорошо работает. А другие кто кандидат? Ну, пока не знаем. Никто не приходил, не рассказывал, листовки, а на умном ничего не было? Джо пока нет. Все, ладно. Рахмет. Возле местной школы мы увидели такую картину. На территории шла какая-то стройка. И ученики ведрами таскали строителям воду. Вы старше, да? Да, да, да. Вам дети сейчас воду таскали? Что? Ну, мы только что сняли это. Там спросить, почему дети воду таскали? Никто не хочет прокомментировать никак? Кешернас, вы директор? Нет, завхоз. Вопрос такой, там что строят сейчас? Она не его, этот. Это за деньги школы? Нет. А за чьи? За спонсоры помогают. Спонсоры помогают? А дети почему воду таскают? Где? Ну, вот мы сняли только школьники воду. В общем, воду отключили. Вода не их воды. Вода не их пока. Сидер данехта кайнары сонды? Кайнары неõс? Кайнары не сняли амады, калонгала гой. Вjust ким нау. Вовсем ауу лет и птрум гой. Ну, они же откуда-то суд. Вода не ехали козырщи. У тебя в школе нет воды, да? В школе нет воды, да? Уже третий день. Третий день, да? Что говорят, почему? У меня есть вода, да? Все, рахмет. Возвращаемся в районный центр. И прежде чем пойти в Акимат и ко всем остальным, покажем, какие обзорщики растут в Сараозеке. У меня машина на шнде алторных бар. И шнде телевизор. Телевизор? Да. Все, давай, я на Артенгуре кед. Карта суттерским холодом. Артында, алтар орындығымен машина. Абажая каналы на Арналал, Ли Л9 машинасын алыныздыр? Да, я на Армайны. И так идем сначала в район на Акимат. Здрасте. Меня зовут Асхат Ниязов, я журналист. Скажите, как нам Акима найти? Акима у нас в отпуске. Ага, ну кто-то ИОО или ЗАМ, кого-нибудь позовите. Мы здесь подождем, спасибо. Марион Типаевна, вы журналисты подошли. Здравствуйте. Меня зовут Асхат Ниязов, журналист. Мы ищем Акима района. Акима района в данный момент нет. Он подал в отставку. Сейчас у нас будут выборы. Вы, наверное, в курсе? Пилотную программу. Сейчас кто? ИОО. ИОО. На встречу с населением. Какой? Жайнахский сельский округ. Ага. Мы туда можем поехать, да? Ну, можете поехать туда. Они во сколько там? В 3 у них должно. В 3 уже началось на номер. Встреча с населением. А уже 3 есть разве? Да, уже 3. Из 10 уже 3. Так, лучше нам туда получается? Да, вот он там, встреча у него с населением. В Жайнахском сельском округе. Ага. Как нам? То есть, чтобы не разминаться? Он хотел там блик, а с искусством. Все, я здесь. Потом мы подумали, а зачем нам ИО? Он даже не Аким и на выборы идти не собирается. Как нам дозвониться до такого Акима, который подал в отставку? Контактные данные нужно. Да. Так, хорошо. Вы можете либо самому ему позвонить, либо дать нам номер телефона? У меня телефон. Хорошо. В 5 минут. Потом в коридоре к нам сам подошел мужчина, который стал интересоваться, по какому поводу приехали. А вы кем являетесь? Я главный специалист. Внутренняя политика. Внутренняя политика? Ага. Мы вот ждем кого-нибудь, или ИО, или Акима, который подал в отставку, или руководитель аппарата. Ищем кого-нибудь. Вы выборы спросите. Ага. Холодой человек, сейчас передам. А вот, молодой человек. Хорошо. Так. Это, получается, канат был? Да. А он подал в отставку когда? 10 октября, по-моему. 10 октября. Сегодня? 16-е, 17-е, 18-е. А вы это не будете убирать, да? Очень. Зачем? Все равно же, да, его избирать? Нет, почему? Уберю. Уберите? Нет, ну просто, я не говорю, чтобы просто из-за меня убрали. А если он подал в отставку, получается, он уже не Аким район? Да. А у вас висит он как Аким район? Да. И скажите еще, кто из замов, или кто из аппаратов курирует выборы? Выборы руководителя аппарата Аким района. Руководитель аппарата. Да. Как вы сказали? Да. В чайнах по краске. Ага. Все, спасибо. Мы сейчас еще ждем. Вызываемый абонент не отвечает. Вы можете оставить голосовой. Окей, будем долбить все эти дни, каждый час, каждый день, пока не возьмет трубку человек. Пока они станут от него выше? Да. Потом посмотрим, что за машина стоит. Я так понимаю, это машина Акима района? А может и нет. А может и нет. Может кого-то из замов. А это чья машина? Это зама машина. А машина Акима района уехала, да? Машина Акима района в заднем гараже стоит. А можете показать? Да. Я не знаю как. Он на своем ездит. На своем машине? Это Ханат Булатич, да, Акима района? Да. Он на своем ездит сейчас. А государственная машина стоит там сзади. А можете показать? Могу. Спасибо большое. Вот какой открытый Акимат Кирбулакского района. А что? Мало кто так разрешает показывать. Хотя вроде машина на народные деньги куплена. Когда Аким подает в отставку, соответственно машина становится в гараже, да? Да, да, да. А тот, кто сейчас ИО, он какую должность занимал? Первый зам Акима района. Зам Акима района. Да, да. Он на своей машине поехал? Да, они тоже на своей машине поехали. И видел. Не знаю, на чем они поехали. Я не видел чего-то. А как вы знаете, что это стоит? Вот. Так. Крузак, да? Да, 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 да. Машина Акима Кирбулакского района, который подал в отставку. Ну, в принципе, Акима любого. Вот стоит, ждет. Пока выберут. Отставку подал и сразу поставил. Супер, супер. Стоит, ждет Крузак своего нового Акима. А это Шкода чья? Тоже Акима район, а только оба машина. Две машины? Не знаю. Так. Две машины. Вот так вот. У Акима Кирбулакского района аж два автомобиля. Шкода с номерами 999 и Крузачок. Спасибо. А это что за машина? Это, которая вот на аукционе или не знаю. Раньше была, а уже это, сельскохозяйственная машина была. Ага. Она на балансе, да? Что вы спрашиваете? Она. А чем машина? Ага. Это у нас как стоянка у нас. Ага. Все машины служебные у нас. Каждую в пятницу сюда ставят все отделы наши. А вот это что за автомобиль разбитый? Это уже на аукцион выставляют. Это чья-то машина была? Нет, это отдел сельского хозяйства. Не разбили, да? Нет, не разбили нам. На ходу? Просто на сколько лет? Да, он встал уже, сколько лет ездить надо. Столько лет ездят? Да, 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 да. Нет, не разбирают, да. А где района поставил две машины, вот свои служебные? Окей, окей. Скажите, где у вас территориальная избирательная комиссия? Так. Сейчас вот с ним пойдете, как раз в том здании у нас. Вот в последнем. Где? С той стороны. Да, да, да. Все, все. Я понял, я помню. Спасибо. Ага, мы сами дойдем. Рахмет. Знаешь? Да, да, да. Мы помним. Я два года назад был там. Когда телеканал? Тогда я был Хабар 24. Ага. Сейчас у меня свой канал называется Обожаю. Обожаю? Про Акимов, да, снимаю. Обожаю, да? Обожаю. Вы с нами все-таки пойдете, да? Я там работаю. А, вы там работаете? Да, в кабинете. Все, все, все. Ох, какая ностальгия хлынула на меня, когда мы заходили в здание, где находится сельский Акимат. В общем, два года назад я приезжал сюда тоже освещать только уже выборы сельского Акима. Многие местные жители тогда жаловались, что выбрали не того Акима села, которого они хотели. Когда я пытался найти выбранного Акима, вот как это было. Выдвиженец от партии уже успел проработать здесь Акимом несколько лет. Что ж, заходим в Акимат, начинаем поиски. Акима нету здесь? А где он? С той стороны. А он где? Находится просто где? На втором этаже. Акима нету? Нет. А где? Не знаю, это я. Здравствуйте. Акима нету здесь? Какой Аким? Тусымбай, так или? Новый избранный. А, Тусымбай, Батханешвич. Где он? Здесь он находился. А где его? И здесь он, да? Акима здесь нету? Нет. Акима не знаете где? На первом два. На первом? Нам говорили, на втором. Мы оббежали каждый кабинет, недельный там Аким. Сейчас. Акима где найти? А на втором где? В каком кабинете он сидит? Мы на втором даже в каждый кабинет зашли. Нет? Акима не видели? Нет. Не видели? Акима не видели? Не вышел, не видел. Не выходил, да, еще? Господин Аким, вы где? Аким Саразекского сельского округа здесь есть? Мы тогда оставили номер телефона, чтобы нам позвонили, когда он все-таки найдется. Но, как вы могли понять, нам никто не перезвонил. Ладно, сейчас не про это. Про него тоже спросим, но после, а пока избирательная комиссия. Вот. Спасибо большое. Добрый день. Я извиняюсь, что потревожил. Меня зовут Асхат Нязов, я журналист. А как бы с представителем территориальной избирательной комиссии? А кто вместо? Вы знаете, у нас такой вопрос. Сколько в итоге зарегистрировано кандидатов в Акимы? На сегодняшний день осталось три кандидата. Три? Четыре же было, да? Было четыре. Сегодня один снял свою кандидатуру. А по какой причине? Собственное заявление по собственному желанию. А фамилия, которую снял? Костеев. А изначально сколько было подано заявок? Выдвинуто было девять кандидатов. Из них одному кандидату пришло несоответствие. По какому? По квалификационным требованиям с агентства по госслужбе. Фамилия какая? Из Каков. Остальные какие? Потом два кандидата полностью не сдали, полный пакет документов не предоставили на день регистрации. Им было отказано в регистрации. А трое сняли свои кандидатуры по собственному заявлению. Несоответствование к квалификационным требованиям? Каким именно он несоответствует? Останавливает агентство по государственной службе. У нас есть официальное письмо от них. Мы предоставили все документы. И они нам дали официальный ответ, что он не соответствует квалификационным требованиям. Там у него трудовой стаж, занимаемые должности. 25 лет у него трудовой стаж? Нет. Там есть по госслужбе. И первым руководителем он должен быть. Или заместителем. А у нынешнего Акима? Он был направлен самому лично к кандидату. Он согласился. А нынешний Аким района, который тоже будет участвовать в выборах, он соответствует этим требованиям? Он же сидит на должности Акима. Мы на него тоже отправляли. Мы на всех кандидатов отправили документы в агентство по госслужбе, по делам государственной службы. На всех пришел ответ. Только на одного из Какова пришло несоответствие. Подскажите, законодательно они же уже должны начать агитацию? Да, они начали 11 октября, в 00 часов уже началась агитация. А вы сами здесь живете, да? Я, да, здесь живу. А вы вот видели где-нибудь какие-то плакаты, листовки, что-то видели? Ну, вы знаете, я утром рано прихожу, вечером поздно выхожу, я почти нигде не бываю, не вижу. Не видите? Да, мы на работе очень-то поздно. Мы сегодня тоже весь день ходили, вот как-то видели только один плакат с действующим Акимом, ну, который подался. Вы знаете, это дело каждого кандидата. Мы на них по линии Рейсберкома выделяются средства. На сколько на каждого? На распечатывание агитационных материалов в газете, телерадио 220 тысяч выделяется на каждого кандидата. На агитматериалы 170 тысяч выделяется. Они сами заключают договора с предприятиями, допустим, с типографиями, сами заказывают себе агитматериалы и сами развешиваются своими доверенными лицами. То есть они могут, в принципе, и не делать это? Это их право. Даже несмотря на то, что деньги выделили? Да, это их право. Это их право. Они сами решают, что... Они потом не отчитываются вам, получается, по средствам? Нет. По средствам, если они договор заключили, и по акту выполненных работ им перечисляются деньги, если эти материалы изготовлены. А если не изготовлены, деньги остаются государству. Спасибо большое за очень четкую информацию. И последний вопрос. Вот один кандидат, который был Акимом и продолжает бороться за эту должность, мы ему звоним, не можем дозвониться? У нас есть его контакт. Как нам найти двух других оставшихся кандидатов? Второй кандидат у нас председатель Райф Маслихата. Третий кандидат, он начальник управления по развитию языков по области ЖТСУ. Он в Талдыкургане находится. А они по закону должны были уже... Они по закону с 11 октября должны были уйти без содержания. Но это работа их кадровиков. Они должны были их отправить в отпуск без содержания. Я знаю, что конкретно Аким ушел в отпуск без содержания. Председатель Маслихата тоже ушел, потому что их не кадровики. А вам сказали, что Аким подал в отставку? Нет, нет. Подставку он не подает пока. Вам только что в Акимате сообщили. Нет, нет. А третий кандидат, Ахшабаев, по управлению языками, по развитию языков, он тоже должен был уйти в отпуск без содержания. Как бы нам их найти, вот этих двух кандидатов? Вы знаете, я не знаю. А контактами не можете поделиться? Телефоны у нас есть, да. Но так Маслихат, вот рядом с Акиматом здание, на втором этаже он сидит. Председатель. Но сейчас он тоже в отпуске без содержания. Вот, то есть они сейчас не на работе, мы бы зашли. Да, они не на работе, да. А как вот найти? У нас только их телефоны есть, мы только можем телефонами поделиться, а так мы не знаем. Поделитесь, пожалуйста, мы никому не скажем, просто прям при вас позвоним. Сначала Бекеева позвоним. Мы вас отвлекаем, да? Сейчас, давай выйдем. Сейчас я зайду за вторым номером. Алло? Да. Добрый день. Алло. Добрый день, меня слышно? Слышно. Меня зовут Асхат Ниязов, я журналист из Астаны. Слушаю, Асхат вас. Ага. Скажите, пожалуйста, как мы можем с вами встретиться сейчас в Сараузике? Мы на встрече с людьми. Отлично. Давайте мы подъедем. А где вы? Я вот сейчас приезжаю из поселка. Ага. Куда? Давайте выскажите, где у вас встреча, мы тоже туда подъедем. Угу. Ну, я сейчас по плану узнаю у доверия лица. Хорошо. А какой вопрос? А по поводу выборов предстоящих интервью хотим у вас взять. Угу. Ну, сейчас я выйду, посмотрю, где встреча у нас ел. Хорошо. Вот этот мой номер, можете перезвонить. Никто нам так и не перезвонил. Что ж, звоним еще одному кандидату. Алло. Алло. Ермек Сандипавич. Алло. Добрый день. А что вам? Меня зовут Асхат Ниязов, я журналист из Астаны. Ага. Подскажите, пожалуйста, а вы сейчас где находитесь? Талдыкурган, да? Талдыкурган? Да. Ага. А вы в Сараузек еще не ездили? Нет. А агитационная компания же уже началась? Да, мы с Саразом, я с вами ездила, только завтра начнется? Да, да, да. А с 11 числа что вы делали? Ага. Ага. Она на клей колодай до ладоноса. Ага. А с жителями еще не встречались? Нет, так так. Завтра только начнете, да? Я с сетевой лунчей, я тебе не достаю. Ага, ясно. А я могу тогда, давайте вот как-то по телефону я вас спрошу пару вопросов. Я просто освещаю выборы в Кирбулакском районе. И вы один из кандидатов, вот мне дали ваши контакты. Ага. Ага, подскажите, пожалуйста, что в первую очередь вы, если вас выберут, сделаете для района? Как вы будете решать проблему с водой? Скажите, пожалуйста, а почему вообще решили стать акимом Кирбулакского района? И как оцениваете свои шансы? Ага. Ага. Все, я вас услышал. Есть что еще сказать? Вот я буду, подготовлю материал про выборы. Есть что еще сказать вашим избирателям через наш канал? Все, спасибо вам большое, удачи в выборах. И потом вдруг нам сам позвонил третий кандидат, тот, который Аким уже. Здравствуйте. А, здравствуйте. Меня зовут Асхат Ниязов, я журналист из Астаны. Вот я ищу Акима Кирбулакского района, который вот недавно. Вы подали в отставку, и так мы не поняли, или ушли в отпуск? У меня сейчас отпуск без содержания, но у меня агитационный период начал, а я сейчас не Аким. Я как кандидат. Я понимаю, да, нам просто сказали, что вы подали в отставку. А, нет-нет, без содержания отпуска. Скажите, пожалуйста, да, как нам вас найти? Я сейчас, у меня агитационный период, встреча с населением идет, я по поселкам и ищу. Ага, в каком сейчас вы поселке? Я сейчас в данный момент в Сар-Узеке, я вот с этого только вышел в больницу. С Сар-Узеке? С СРБ, да? Подождите, давайте через 2 минуты мы вам подъедем. Где вы находитесь? Я вот выехал оттуда, сейчас в Сар-Узеке поеду. Подождите нас, остановитесь, мы вас сейчас догоним через 5 минут. Вы где сейчас? Мы в Акимате, о этом, сельском. Давайте я туда подъеду. А, все тогда. Агентирую, что вы не знаете, где... Все тогда, мы вас ждем вот здесь, возле сельского Акимата. Давайте. Пока мы ждали, решили все-таки найти того сельского Акима, которого искали 2 года назад. Оказалось, что его уже уволили с должности Акима, но он вроде где-то здесь еще работает. Поэтому для начала нашли действующего сельского Акима. Салонликум. Кешер Насага. Можно? Можно, можно. Меня на Атамасхат не я зовут, я на журналист. У нас небольшой вопрос к вам, Асалонликум. Второй вопрос. Вы давно Аким? Нет. Когда он начался? Четыре месяца, пятый месяц прошел. Выборы были? Вас избрали, да? Да. У нас такой вопрос. До вашей предыдущей Акима, где сейчас? Он на первом этаже. Какой он отдел возглавляет? Он работает в внутренней политике. Отдел внутренней политики? Да. Он начальник отдела внутренней политики? Нет, нет, нет. Маман. Главный специалист. 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 А как нам его найти? Там он. Какой кабинет? Какой кабинет? Поговорить и заходим. Все, заходим. Асалонликум. Асалонликум. В смысле? Менгу. Это вы, что ли? Ага. Я. Подождите, Батырхан Ишметович, это вы? Да, да, да. А что, чем ты? Помните, я вас искал два года назад, когда вас избрали Акимом в села? Ну, я помню, помню. Подождите, нет, вопрос, а где вы тогда были, почему вы не вышли? Я на работе не был в Жмире. А где вы были? На выезде был. На каком выезде? Ну, по поселкам, вот здесь есть у нас ауды, до сельского округа. Нам сказал ваш пресс-секретарь тогда, что вы в здании находитесь. Нет, 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 нет. Если я находился бы, я вышел бы, я не прячусь. От кого я прячусь? А почему вы тогда нам не позвонили потом? Мы номер оставили. Почему? Я потом вышел, вас выучили. Нет, мой номер, телефон оставили. Я не знаю, я, наверное, звонил даже. Как звонили? Я звонил, наверное. Звонили? Не помню, я это два года пришел. Ну, так я все эти дни телефон возле себя держал, спал с телефона. Ну, это уже потом забыл или что-то. Я, по-моему, не звонил. Ну, заходите, что? Да нет, мы просто один вопрос хотели спросить. Давай. Я уже не Аким. Я не Аким, да. Все, ладно, удачи вам. Давай, ага, вот, я сейчас работаю в внутренней политике. Все, понял, удачи вам. Давай, ага. Это он. Ты понял? Я помню, как я здесь стоял, вот здесь, на этом месте. Здесь тогда люди сидели. Я кричал, господин Аким, я вас разыскивал. Вот так вот кричал, и ко мне никто не вышел тогда. Я здесь, сейчас оказалось, что это он. Пока мы ностальгировали, приехал тот самый кандидат, портрет с которым единственный висит во всем Саравозеке действующий Аким район. Как ваши дела? Нормально, у вас как? Меня зовут Асхат, это Даньяр, оператор. Со стороны. Долго вас не отвлечен? Да, у меня там. Я понимаю, да, у вас встреча. Да, давай уйдем чуть-чуть, да? Подскажите, пожалуйста, почему решили опять баллотироваться в Аким? Это же не мое решение, это пилотный проект. Окей. Указ президента есть. В этом году 20% с каждой области попадает на выборы. Вы почему поняли, что так пойду, ладно, еще раз хотят, я пойду дальше. Справляетесь с своими обязанностями? Ну, это народ оценку дает же. У народа узнавали? Угу. Что говорят? Ну, я сейчас встречу с населением не... У меня сейчас агитационный период, но каждый квартал мы встречаемся с населением. Я вот в прошлом году, в сентябре 21-го назначился. Ну, год только работаю. Ну, вроде бы народ нормально оценил работу. Что у вас с водой? Водой у нас проблема есть, это не первый год, это лет уже больше 20. Я два года назад был здесь, все говорили про эту проблему, и тогдашнее руководство района говорило, мы все решим, дайте нам время. Сейчас вода будет, бесперебойная вода только будет в 2025-м году, первый полгода, потому что мы сейчас на данное время проект делаем, где-то первому ноябрю в экспертизу заходим. Мы 108 километров должны водопровод поменять. Тогда только бесперебойная вода будет. 25-й год, первое полгода? Да. Вы обещаете? Обещаю. Потому что 108 километров за один год не поменяете. И мы сразу не можем отлучить весь поселок и без воды оставить. А с поселки Аул Козлужар, что сегодня происходит? Там порыв, водоканал, они заявку дали, у нас просто водоканали, Крумбель водоканал, 8 человек только работают. В Саразоке каждый день 3-4 порыва, они не успевают физически. Аул Жар? Аул Жар, Ергур, тоже порыв у них, вода где-то около 5-6 дней. Просто я сейчас не на работе, но каждый день созваниваюсь с водоканалом, с населением встречаюсь. Ну, устранят, там проблем нет насчет воды вообще. Просто порывы вот так бывают, ну, физически, я же говорю, водоканал не успевает, там 8 человек только работает. На сегодняшний день сейчас даже 4 человека осталось. А если расширить штат? Расширить штат, сейчас, почему у нас проблемы есть? Потому что расширять штат надо зарплату. А это хозрасчетная организация, там с государства у них зарплата не идет. За воду заплатил, у них зарплата идет от этого. Налоги все. Народ не платит. Почему? Потому что они тоже правы, бесперебойной воды нету. Конечно, за что они должны платить? За что они должны платить? Вот, без этого не можно штат расширять. Идем дальше. Шанханай водопровод, его когда закончили? Шанханай водопровод в 21-м году закончили. В 21-м году. 260 миллионов тенге выделено было. Они закончили, приняли, 2 часа только вода пошла. В чем проблема? Потому что они изыскания не делали. В чем они не делали? Изыскания. Скважину, когда бурли, надо же изыскания, 9 воды же изучить надо. Вы подрядчиков имеете? Нет, не подрядчики. Заказчики должны с первого изыскания сделать, 9 воды проверить. Кто заказчик? Заказчик Акимату, отдел ЖКХ. Да, а ваши получается, вы заказчики? Я в 22-м году, 21-го сентября назначился, меня тогда не было. Предыдущий Аким, получается, не проконтролировал, что они это не сделали? Ну, не только Аким там, отдел ЖКХ есть. Они сейчас работали? Нет. Уволены? Уволены. За это? До меня. Я не знаю, за что уволили. За это? Ну, понятно. Сколько? 560, да, вы говорите? Нет, 260. 260 миллионов. Мы в этом году 11 миллионов тенге выделили, текущий ремонт сделали. С каптажа сейчас воду даем, там бесперебойная вода идет, сейчас можете проехать, посмотреть. Ну, сразу с каптажа-то это нельзя было дать. Каптаж, она может в любое время, вода пропасть. Так, теперь с тем проектом, который сделали за 260 миллионов, что с ним было? Мы сейчас на изыскание заявку дали, изыскание 2 года делается. Ну, это так. Потому что осенью, зимой, летом, весной вода жили. За это кто-то поделал ответственность? За эту ситуацию? За эту ситуацию мы в ДР и антикор передали. Сейчас следственные мероприятия идут там. Окей. Теперь к выборам. Что вы, вот, получается, 11 октября началась агитация. Вы когда поехали по людям общаться с людьми, встречаться? Ну, как агитация, значит, с утра я с Коксуска сельского округа начал, до сих пор сейчас объезжаю. А по Саразеку? По Саразеку, до обеда был, здесь с молодежью встречался. Потом в ЦРБ съездил, вот оттуда я позвонил. В Каспочту съездил. Ну, спонтанные встречи с народным населением, не запланированные. Чтобы, ну, год работаем, в принципе, не сказать, что меня там народ 100% знает. Ну, где-то 60-70% знает. А кто не знает, вот, свою автобиографию, вот, на 4 года, вот, планы, которые мы сейчас, если выберет меня народ. Как вот это? Думаете, выборы честно проходят? Конечно. Знаете ситуацию, что вот многие люди говорят, что у нас был кандидат, которого мы хотели, но его не зарегистрировали? Это же тихо зарегистрировать, я при чем? Не при чем? Конечно. Нет, я понимаю, что юридический... Как его зовут? Ну, они все боятся теперь говорить. Ну, я не знаю, кто боится, кто что говорят. Ну, такая вот ситуация. Ну, вы можете сейчас тихо зайти. Мы только что там. А, были, да? Ну, они должны отвечать. Не я зарегистрировал, заявили на мое имя, не пишут. Ваши замы, это ваши люди? В смысле мои люди? Ваши команды? Они до меня не работали, один только зам, Джун Спеков, перевелся с Балкашской районы, и все. Вы его попросили, да? Как я его попросил? Ну, пойдем с нами. Через конкурс прошел, как я могу попросить? Я же не председатель комиссии конкурса. Я понимаю, о чем вы говорите. Юридически все верно. Вы знаете, как у нас все делается? Не знаю, как у вас делается. У нас так не делается. У нас все по закону делается. Да? Да. Ясно. Конкурс был, он участвовал и прошел. Команды к передвижению у вас не было? Нет. Первое, что вы обещаете людям, когда встречаетесь с ними? Вот они говорят, вы кандидат? Вы говорите, да. Что ты сделаешь для нас? У меня своя программа, если программа вас ознакомит, я где-то время минут 30-40 потеряю. Просто у меня народ живет, мы можем туда поехать. Нет, 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 вкратце, за две минуты нельзя объяснить. За две минуты никак нельзя объяснить, потому что у меня за четыре года программа. Хорошо. Мы вас тогда не будем задерживать. Удачи вам. Вкратце знакомств. Удачи. Удачи вам. Давайте. А этот автомобиль чей? Братишки. Братишки? Да. Одной. Хорошо. А водитель тоже братишки, да? Нет, водитель свой, вот он не садится. Тоже? Все. Хорошо, спасибо большое. Водитель, смотрите, тоже какой. Тоже взял без содержания отпуск и ездит со своим шефом на братишкиной машине. Какие у нас все-таки Акимы, молодцы. И очень жаль, что буквально две минуты разминулись Аким и вот эта женщина, которая рассказала нам интересные истории. Мне Малайсар орта мектебінде жұмсат қарғамын, міндетін атқарушу болғам. Осы, Канат Болатыштың арқасында десекте болады. Журналистка Дина Балхашеван Таничарстыр. Жынага, инфу ой, қалайды. Четвертый властығы. Соксы келетті, ошым резонанс жасап, мен орымдан алғыз пістейді. О жерде судия, прокуратура бәрі болады. О жерде баше қатсы жоқ. Жаңағы, кейуанан орды соқты деп жалған ақпарат берді. Мін сұғдан бері, мен кәс сұттасы кележатырмын. Кәзір мен антикорға берді. 21-ші қаңтарда мен жұмыстан босатпістады баше директор. Соғы мен жұмыс қалған адам. Ой, жұмыс, соғы мен орынма келген адам. 21-ші қаңтарда жұмыстан уволтетеді. 17-сігіні бір уволтетеді. 18-ші қаңтарда қайттан пренемайтын аработу. Одан 20-сігіні официально шарпсайды. Ноу мен бәлінешінің қағам. Бәлінешінің қағазым бәрі бар. Судитсет кележатарымыз. Ишілденің айында мені антикор ұңғалуыны дел ашылды дейді. И жаңағындай немен сәрекет жасайды. Жаңа антикорға мені беріпістайды ұңғалуыны дейді. Ал енді қазіргі таңда мұн осы жаңында антикорға бардым. Экспертизаға берді дейді. Экспертизаның бәрінен келеді. О жерде мен бәрін оқы шықтым. Мен ағам ішқанды қатсы жоқ. Мен о жерде нақты директір емеспін. Мен бүйірікпен жұмышасадым. Жаңа езлеш кақша дейді. Жаңа ғырлаға нақша дейді. О жерде орлаңға нақшаның біреуде жоқ. Нақты мен о жерде істедім бүйірікпен. Білім-бөлім бастығы мен. Мен қолымда бүйіріктің бәр бар. Имін даказайты талмай жатым осы уақытқа дейін. Дейнабал қашығадан бәрі қорқама, на әкім бар, бәрі ұшын бәрі сиязынай болып тұр. Мен қазір бұз судияға да сен бейім. Ошын Керблаға ғауданына жетісі облысына мүлдем сен бейім. Солға жаңа сіздерді жәл естедімді. Қай жердекенді келешті қам негізінде. Енді осы шағына бір көмек берсеңіздер. Антикорға жасып қойдым арызды. Мен қарсымын жаңағы түгөлі ненің бәрі експертиза келіп тұр. Мен қарсымын жаңа бір көмек берсеңіздер. Мен өз жердің тұлмасымын, өз жердің халқ көш кетсін. Сонда бұндай 4-5-10 адамның жаңағы джинал баған әңгімесімен ол менің өз тұғыстарым, нағашыларым сонда сітеу отырған. Мені жұмыстан кетіру үшін жаңа сәрекет, ауылың 4-5 біртағы қысақалында жүгіттері бар. Осында сәрекет кетін бары бұтыр. Негізінде мен қазымына сайлау кележатырған, аудан әкімнің сайлауына мен әкімнің болуына өте қарсымын. Бұндай бізге әкім кережіқті бөлем. Өз жаңағы ауылы месінің, қалқтың керілағы ауданының бір мемлекетті жаңағы өзіміздің Қазақстан жаңа Қазақстан дейді, сонда мен жұмыстан шығартып, өздер кәзірт бейт қойп бәрді жүр. А самделе керек-керек боса бүткіл қалғы қысығы қарсы негізінде. Несакимым района виделіз? Е, көрдім, бардым. Ол айтадымағам, сіз бәрін ұмыттыңыз басқа жұмысқа кетіңіз дейді. Мен вастанавет сетем дедің, тоқа патон көреміз дедің. Мен вастанавлене на принцип бар, отыруасам да болады ошаққа. Резонанс жасақ қойған, жаңа Дина Балхашыва деген сәрекеті ұқысының қандай екен білмеймін. Менің үстімен ары жазылың, мені сұтқа бер батырға Дина Балхашыва ұнтты қазір. Дина Балхашывасы бар, үшіміне. Что ж, вот такая ситуация с первыми в истории выборами районных акимы в Казахстане. как громко было заявлено про 9 кандидатов и что мы увидели по итогу. Для объективной картинки происходящего мы, конечно, еще проедем в другие регионы и посмотрим, как дела обстоят там. Так что еще увидимся.